Здравствуйте. Здравствуйте. Мне необходимо поговорить с Мариной Евгеньевной Обошлаевой. А вы кто, скажите, пожалуйста? Я специалист ПАО «Промсвязьбанк», департамент по работе за должность Кузнецов Алексея Владимировича. Очень приятно. Меня зовут... Что? Да. Как вас зовут? Дмитрий Евгеньевич. А кем вы приходите с Мариной Евгеньевной? Никем. Скорее она нам не приходится, а является нашим клиентом. То есть вы представляете интересами Марины Евгеньевны? Совершенно верно. Да. На основании довельности материальной и договора она подписала с нами. Да. Мы – юридическая организация, которая оказывает услуги людям, попрашившим в трудную финансовую ситуацию. А документы предоставляли в офис банка? Какие документы вас интересуют? Именно то, что вы предоставляете интересу Марины Евгеньевны. Документы мы эти не обязаны вам предоставлять. Нам от вас ничего не нужно. Никаких вопросов мы вам не зададим и не будем задавать. Нам все понятно по тем документам, которые она нам предоставила. Для нас формат нашей работы совершенно ясен. Другое дело, что мы отправили в банк письма, где изложили от ее имени все сложившиеся обстоятельства. Ну и по какой причине она не может выполнять свои обязательства. Почему? Я 100% уверен, что эти причины не были зафиксированы в договоре с кредитом, который Марина Евгеньевна подписала. Ну, она, понимаете, подписать-то подписала, в связи с тем, что она юридически некомпетентная была, но любой договор может быть, в принципе, оспорен. Хорошо, я с вами не буду спорить. Я с вами не буду спорить. Я с вами не буду спорить. Отвечаю на ваши вопросы просто. Вы же спросили, я отвечаю. Вы информацию сможете передать Марине Евгеньевне? Конечно, мы для этого и существуем. А запишите, пожалуйста, телефон Пронсвездбанка. А, позвольте, поправочку внесу. Она знает все телефоны, она сбрасывает. Дело в том, что вы позвонили на ее номер. На вас переадресация срабатывает, да? Совершенно верно, да. Она наверняка не знает. Ну, по возможности, обязательно передайте телефон Пронсвездбанка, чтобы она в ближайшее время с нами связалась. Она не будет этого делать. Может, вы знаете или напишите? Что? Я буду с вами откровенен, да? Она не будет перезванивать. Она, наоборот, нам все это поручила. Она боится вас. Так, а что нас боятся? Мы не кусаемся. Дело не в кусании. Дело в том, что физически это, конечно... Мы никого не запугиваем. Мы просто предупреждаем. Я же не пытаюсь передать. Я же это не утверждаю. Я не знаю, почему она вас боится. Видимо, из-за того, что она думает, что вы ее перехитрите в финансовом отношении. Правильно? Она, наверное, вас специально для этого наняла, чтобы мы ее не перехитрили. Все верно, да. Поэтому она и говорит, ребят, вы сами разговариваете с моими изыскателями, с моими кредиторами. Вот. А я ей в ответ отвечаю, что мы даже и разговаривать в принципе-то готовы, но все обстоятельства, как я вам уже говорил, мы изложили в письменном формате, отправили заказными письмами в банк. Хорошо. Я вас понял. Банк обязательно в течение 30 дней ответит на ваши письма. Очень хорошо. Спасибо за понимание. До свидания. До свидания.